всем привет продолжаем значит историю молочно-консервного комбината и на помощь этот раз пришел сайт тот который был по ссылочке значит и есть такой у него ник вольф 77 парень увлечен сбором информации молочно-консервный комбинат рпкк указы в сайт вы видели там написание информация взята с этого сайта и у него есть youtube канал поэтому спасибо за за информацию на сайте там много интересного кто интересуется но сегодня мы можем посмотреть как выглядит значит сушильный цех бывшее училище маслоделов сыроделов сейчас там все это сносится было видео уже на канале не один разок про этот объект ну года два-три назад она будет в конце прикреплено или по ссылочке внизу ну собственно все дальше смотрим и просто понимаем какое было шикарное время когда все работало все крутилось все производилось собственно вот все что от этого осталось сейчас это территория видимо уже имеет какие-то хозяйские цели и и расчищают разбирают времени остановить все меняется но и о прошлом забывать нельзя еще раз спасибо сайту пкк указа за информацию всем пока сегодня мы публикуем выдержки из воспоминаний лиона платоциса он проработал на этом комбинате с первого и до последнего дня в 1958 году я с отличием закончил рижский техникум пищевой промышленности мне было уже 27 лет но из-за моей биографии меня приняли только посудомойщиком на молочный завод в вилце я стал искать другую работу и отправился в ригу в управление молочной промышленности благодаря счастливой случайности в тот же день в управление приехал директор нового резек нинского молочно-консервного комбината всеволод лапшов искать новые кадры для сушильного цеха который был присоединен к комбинату он предложил мне работу начальника цеха пообещал квартиру я согласился до 1952 года в резек ны работал сушильный завод где сушили картофель морковь свеклу лук и так далее все это продавали по всему советскому союзу именно на территории этого завода с 1953 до 1957 года построили молочно-консервный комбинат к которому в 1958 году присоединили овощесушильный цех объединение обоих заводов было экономически выгодным так как зимой когда молока меньше рабочие перерабатывали овощи а летом молоко и так в сентябре 1958 года я приехал в резек ны поселился в общежитии напротив молочно-консервного комбината недалеко от сушильного цеха стал знакомиться и с одним и с другим производством в это время в сушильном цехе сушили сырой казеин для этого использовали те же сушилки в которых сушили овощи сырой казеин в деревянных ящиках нам поставляли смол заводов латвии его производили из-за брата который был похож на прессованный творог после сушки казеин отправляли на фанерные заводы цех работал в три смены их возглавляли мастера выпушнякова окровица листа бурцева механиком работал аллацес казеин производили до ноября тогда начиналась закупка овощей из хозяйств закупали картофель морковку лук все это хранили в специальных хранилищах вместительность каждого из них до тысячи тонн план в то время был большим требовалось много людей поэтому в цехе работала почти 400 человек особенно много работы было при сортировке овощей на экспорт надо было работать старательно и аккуратно помню хорошую работницу госпожу гаэле она потом погибла на комбикормовом заводе матья свалуева и дыры хорошо работали репели кабанова и дыры сушильный цех работал все время до самого банкротства комбината постепенно снижая количество продукции в 1959 году директор комбината предложил мне на время декретного отпуска коллеги занять должность начальника цеха молочных консервов мастерами смен в это время работали в Эконепае город гиргенсене энспризити главным технологом была волчок мастером по производству масла работал в эскрастинж механиком цеха помелехов итак с мая когда начался сезон меня назначили исполнителем обязанностей начальника консервного цеха новый цех новые рабочие новая технология новое сырье готовый продукт и оборудование комбинат работал только второй год опыта было мало поэтому нередко мне и механику цеха приходилось ночью приходить на помощь мастеру смены зато продукция была бесподобной и востребованной гущенка с какао из кофе и с цикорием сгущенные сливки сливочное масло и кисло сливочное масло высшего качества приступили к производству цельномолочной продукции молоко в бутылках кефир творог сметана благодаря главному механику в сарнауском начали производство мороженого эским а так как было изготовлено соответствующее оборудование итак спасибо google translate за помощь в озвучке и собственно у нас на территории мкк еще очень много-много таких объектов которые надо реставрировать восстанавливать сносить и ну что-то еще с ними делать потому как индустриальная часть города была расположена вот именно в северном микрорайоне сейчас мы это увидим еще куча куча объектов мкк Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok